ну что ж добрый вечер очень рада вас приветствовать и знакомые лица и уже почти родные и тех кого я вижу впервые тоже мне очень приятно вот и тех кого даже не вижу уже все участники моего моей школы знают что я это как к кошечкам по особенному отношусь поэтому очень рада когда вы их открываете ну в первую очередь спасибо большое за ваше как сказать старание да и желание и как бы такой отклик потому что всегда я считаю что вот лидерство начинается с того что мы проявляем как бы свою инициативу поэтому то что вы сделали активность а ее можно там сделать когда-то но вы как бы сделали это прямо сейчас поэтому у вас сегодня есть такая возможность побывать на моем вебинаре я расскажу немножко почему вообще как бы эта тема у меня появилась она не всегда входит в курс моего обучения но я как бонус считаю что это важно для тех людей которые делают различные движения в бизнесе и в один момент у вас наступает такая мысль как же мне заполучить новичков свой бизнес и желательно чтобы это были сетевики и мало того я даже где-то подозреваю что у нас есть такое себе представление что когда мы заполучаем сетевиков или если мы их заполучим у нас прям все завертится в бизнесе вообще как бы все будет по-другому команды начнут расти у нас прям станет так совсем совсем живенько ну и короче у нас есть некоторое представление о том что будет с нами когда к нам придут сетевики поэтому в этом смысле я сегодня постараюсь вам рассказать что же это такая за рыба сетевик объясню откуда эта тема появилась и на чем я строила как бы этот вебинар потому что я очень много времени провожу проводила все свои как бы 20 лет в млм индустрии я не строю сама бизнес но я очень много времени провожу как бы с людьми которые занимаются рекрутингом очень много общаясь сетевиками у меня достаточно много друзей сетевиков а в частности больших топ лидеров поэтому в целом я понимаю их некоторую философию их ценности чем они живут по каким критериям вы можете понять вообще что это за люди и каких желательно людей приглашать потому что сетевик сетевику знаете ли рост и вот здесь я собственно решила как бы так собрать всю самую такую точечную информацию которая будет казаться как как который будет касаться непосредственно рекрутирование сетевиков ну и так в общем если вдруг вам закрылась такая мысль что вы хотите попробовать работать с сетевиками ну как работать то есть начать их рекрутинг то я сразу скажу что это длинный путь длинный путь потому что это процесс немножко потяжлее чем с обычными новичками и я объясню как как вообще и на чем это все строится значит первую очередь то это такие люди значит если мы говорим про сетевиков тех людей которые нас по сути должны интересовать вообще сетевики делятся на три большие категории первое это новички или те люди которые являются неактивными в бизнесе то есть они принадлежат сетевым компаниям некоторые из них нескольким то есть они там и там и там и где-то там это люди которые начинают бизнес это первая большая категория и их всегда больше вот что я хочу сказать их всегда будет больше вторая категория это активные и начинающие лидеры и если ваш бизнес сейчас на сегодняшний момент как бы он строится на конкретных результатах то есть у вас есть товарооборот я даже не буду говорить о каких цифрах но тем не менее если вы четко понимаете что у вас происходит рекрутинг вы делаете товарооборот в вашей команде люди делают активность в принципе у вас достаточно такой стабильный бизнес то однозначно и точно вот на активных сетевиков вам реально выходить как мы поговорим чуть чуть попозже но почему потому что хороший сетевик хороший сетевик это стиль век голодный у которого есть очень много хочу очень много сложностей вот один из показателей усердной работы и активной работы это достаточно много сложности в его бизнесе причем эти сложности они будут касаться не того сколько у них сложности в бизнесе а каким образом и из какой где-то легкость у них преодолевает вот эти люди это вообще уникальные их назвала рыбами но в общем это люди с которыми действительно очень интересно работать как вы с ними работать будете это другой вопрос у нас всегда есть там два пути это оффлайн и онлайн но чаще всего знакомства сетевиками конечно же сейчас происходит онлайн поэтому в целом мы будем рассматривать как их вообще привлечь с помощью онлайн их достаточное количество они как правило как правило даже где-то не совсем осознанно действуют и руководствуются вот этими четырьмя показателями о которых мы сейчас поговорим но я хочу перед этим сказать о третий основной такой группе это группа лидер это группа действительно топ лидеров которые в основном показывают имидж в основном показывают какие-то большие события большие какие то и деньги в том числе и совершенно другой взгляд вы их узнаете однозначно вы их узнаете по некоторым критериям большое количество фолловеров так назовем до подписчиков их очень много комментариев у них всегда всегда под постами у них очень много отметок своих команд и людей вообще они очень много с этим работают почему я объясню немножко похож поэтому когда мы начинаем вообще изучать как работать сетевиками вы должны четко определиться с какой группой вы хотите работать то есть если у вас больше новичков их рекрутинг будет происходить легче однозначно ну потому что они как бы и даже если они к вам не придут то все равно это будет легче чем вы пойдете чуть выше выше это активные партнеры у которых уже есть тоже определенные команды есть определенный результат но самое важное что у них есть опыт который они получает практически тот же процесс что у вас соответственно я сразу скажу что почему они обращают внимание на время но потому что это действительно люди которые очень сфокусированы на своем бизнесе но не всегда эти люди что-то ищут но я хочу сказать что рекрутинг сетевиков это целый знаете такой прям процесс который он требует не только времени не только усилий но он должен требовать определенных обстоятельств которые от них не зависит то есть рынок в котором они работают может устареть может стать совсем неинтересным или чуть-чуть неинтересным могут поменяться обстоятельства и личные и объективные и от этого они очень быстро если честно принимают решение если лидеры по переходу принимают решение медленнее всего ну потому что риски как вы понимаете гораздо больше то активные партнеры с этим делом уже как бы работают полегче при этом я хочу сказать следующее самые большие потому что я видела даже некоторые процессы так называемое слияние когда одна компания покупает другую и как вы понимаете они покупают ее вместе с сетью процент перехода всегда достаточно низкий то есть если я большой лидер и ко мне приходит топ лидер назовем это так с ним приходит максимальный процент это 40 процентов 40 процентов крайне редко когда это бывает больше крайне редко потому что любое вот такой переход он требует ну это действительно для бизнеса для лидера ему придется немножко пожертвовать как бы своим чеком привычным образом жизни но все абсолютно сетевики когда они принимают решение о переходе они взвешивают всегда свои как бы риски поэтому здесь будьте внимательны поэтому теперь первый показатель это время с которым работаете конкретно вы у сетевиков нет времени слушать многомиллионные вебинары восьмичасовые презентации короче вы им с этим совершенно не интересны именно поэтому когда вы что-то формулируете даже свое знакомство даже свою презентацию даже свой какой-то тизер вы должны всегда понимать в какое время вы укладываетесь кроме всего прочего для них это самый ценный ресурс начиная с активных партнеров заканчивая лидерами самый ценный ресурс это время потому что они понимают они всегда его оценивают сколько стоит мое время и это для вас должно служить некоторым таким тренингом ну вашим личным как вы разговариваете вообще при рекрутинге что вы говорите и заметьте я сейчас вообще ни в коем случае не упоминаю слову слово там предложение то есть вы вообще когда только начинаете этот процесс ни в коем случае не начинайте его никогда с предложения а давайте я вам сейчас предложу свой бизнес потому что ежедневно я открываю свой особенно facebook час чат особенно такого количества людей которые считают что мне нужна просто работа предложение млм вообще в разных компаниях ну вы от двадцати четырех до шестидесяти возьми практически ежедневно колоссальное количество людей хотят меня зарекрутировать либо я очень хорошо выгляжу либо совершенно плохо ну вот у меня как бы два таких момента напрашивается так вот никогда не начинайте ни с каких просто предложений о том что есть у вас ну потому что это будет совершенно не рабочую они как минимум подумать что это вот и как максимум вы обесцените свое предложение но формулировать любые запросы ваша задача всегда думать о том какое время вы уделяете им и что вы получите за это время которое вы и они выделили друг на другу на встречу второй момент это энергия вот то как вы не что вы им будете говорить а вот здесь становится вопрос о том как вы будете это делать сетевики больше всего больше всего научены натренированы смотреть на своих да как бы ну не оппонентов да а вот на людей которые с ними ведут коммуникацию первый триггер на которые они обращают внимание это то с какой энергией вообще люди приходят они очень хорошо чувствуют страх они очень хорошо чувствуют напор они очень хорошо чувствуют открытость и очень хорошо чувствуют ну скажем такую вот уверенность вашим вашим и предложение в том числе поэтому всегда когда вы начинаете любые поползновения в сторону сетевиков вы четко должны понимать вообще как вы выглядите в кадре как вы там что говорите вернее что повторюсь совершенно здесь не всегда имеет значение они не вспомнят что вы говорили но они точно запомнят как вы поздоровались как вы попрощались как вы выглядели как вы скоммуницировали как вы пошутили потому что грустный сетевик это прям вообще ну не дай боже поэтому вплоть до того что вот юмор спасет вас в любой ситуации и даже в какой-то супер кризисной так что учитесь даже шутить по разным поводам но время это очень важный ресурс который они ну просто необыкновенно ценят энергии с которой вы разговариваете они будут первое на что обращать внимание третий момент это статус статус который будет говорить и о вас поэтому для того чтобы вообще начинать работу с сетевиками я крайне советую вам понимать некоторые вещи а именно понимаете сколько стоит ваш бизнес оценка вашего бизнеса сколько вы стоите по факту в деньгах реально и это не ваш чек и это не ваш чек это ваш товарооборот который вы сделали за предыдущий период условно полгода вы должны четко понимать сколько какая ваша доля бизнеса находится в компании вот это ваш назовем это чек когда начнем это процесс покупки продажи но это супер важный показатель супер важный показатель супер важный показатель и скажу сразу по поводу статуса вы можете заметить поэтому я как бы так знаете некоторую закулисную игру хочу показать что в основном сетевики имеют такую тенденцию приукрашать 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 то есть если однажды они получили чек десять тысяч они всегда будут об этом говорить что их чек десять тысяч неважно что это было там восемьдесят шестом году до нашей эры но они обязательно будут на это ссылаться и поэтому они всегда будут помнить верхнюю точку если не приукрашать сразу поэтому я вам даже сегодня покажу те вопросы которые очень важно вам задавать при вот когда вы уже будете понимать что разговор идет люди интересуются вот эти вещи вам ну я очень надеюсь что пригодятся потому что но повторюсь перед тем как выходить на эти переговоры вы должны четко понимать кто вы кто вы не просто как там человек да а кто вы как единица бизнес это очень важный показатель какой процент рекрутинга у вас происходит сколько человек в среднем вы рекрутируете в месяц какой процент активности делают людей в вашей группе какой товарооборот в среднем делает ваша команда потому что если вы грубо говоря не апеллируете этими цифрами вам будет очень сложно разговаривать о бизнесе вот в этой как бы такой скажем сделки продажи что ли в работе с сетевиками и последнее это конечно же деньги деньги которые будем так говорить они всегда будут иметь такой вес для сетевика который который будет рассматривать или хотя бы подумывать о вашем предложении он крайне редко будет спрашивать вас как продукт помогает ну вообще как там как его употреблять сколько дрожи в день это никому не будет интересно сетевики всегда заточены на то чтобы понимать как работает ваш маркетинг план чем легче вы его разложите чем легче вы его преподнесете тем проще будет вам при этом вы должны четко как бы понимать что это желательно показывает не в процентном соотношении а конкретно в деньгах то есть если вы привыкли рассказывать что маркетинг план от десяти до тридцати процентов такой-то бонус эта история не всегда работает потому что у нас сейчас существует три типа компаний которые вообще существуют на рынке даже четыре четыре первое это старые линейные компании которые да и еще я очень хочу обратить внимание линейные компании что это такое почему вообще они так работают сразу скажу это сумасшедшие пахари нам с вами не снилось то что они делают ежемесячно потому что в линейном бизнесе чем лучше ты работаешь и постоянно удерживаешь свою как минимум первую линию иногда до третьей я вам скажу что эти люди не расслабляются в целом никогда они только отпустят свой бизнес у них все рухнет они зависят от продуцирования результатов от своей первой линии поэтому в этом смысле бинарные маркетинги всегда легче всегда легче линейные безумно тяжело вообще выстраивать потому что это тоже человеческий фактор и это неправильно подобранных назовем так кадров будет зависеть вообще ваше вложение вот такие как бы да обучение контроль развитие планирование и так далее вот такие разные показатели второй тип это бинарные чисто бинарные маркетинги которые в целом почему придуманы бинарные маркетинги для того чтобы это дело сделать долгосрочно бинарные маркетинги вообще где присутствуют бинарные такие вещи они все долгосрочно то есть линейная структура гораздо быстрее схлопывается чем бинар соответственно но денег может быть не всегда ну пока ты не построишь определенную структуру то есть ты должен очень много изначально вложиться для того чтобы потом вытаскивать но вы как бы получается что это инвестиция работа на перспективу и поэтому если в бинаре поначалу очень тяжело то потом становится гораздо легче и не нужно постоянно вот этого контроля как это существует в классическом линейном маркетинге третья компания это такой вид как у нас это как бы такой некоторый гибрид что и там и там и это с одной стороны очень здорово потому что объясню почему лучше всего это стимулирует активных партнеров и лидеров потому что они должны следить и за тем и за тем и это очень здорово потому что если вы не получаете в одном месте вы получите в другом да то есть из разных бонусов как бы кроме всего прочего четвертый вид маркетинга четвертый вид компаний это финансовые штуки которые не в которых не участвует продукт ну он участвует но это как бы не продуктовая компания финансовые я не хочу называть пирамидами финансовые проекты назовем их так чем они скажем хороши и с ними очень много работает признаюсь честно очень много работает молодежи потому что это очень быстрый результат очень быстрый результат все что не касается инвестиций работает достаточно быстро, но высокие риски, и из этих компаний люди перемещаются быстрее всего, объясню почему, только продуктовые компании прививают клиенту, потребителю, партнеру лояльность к продуктам, финансовых проектов этого вообще не существует, им все равно где работать, они разберутся быстро, поэтому прыгают и бегают из этих проектов очень сложно. Их сейчас такое количество, что я в какой-то момент перестала за ними следить, для меня самая такая как бы большая компания, и они очень круто начали, но что-то пошло не так, это компания QNET, я думаю, что вы можете посмотреть, как она работает, и действительно они как бы молодцы, у нее было очень классное обучение, потому что они понимали, если они не займутся таким качественным обучением своих сотрудников, они просто потеряют, потому что действительно люди из финансовых проектов перебегают очень быстро, но тут не получили что-то, они сразу побежали в другой, и это как бы миграция происходит очень быстро. Поэтому вот эти четыре типа компаний, вы хотя бы по одной-двум должны понимать, чем они отличаются. Ну это для вашего такого, скажем, личного, личного такого опыта, чтобы вы могли уметь объяснить, почему именно ваш маркетинг, почему именно так это работает, и в чем является преимущество вот такого вида, но скажу сразу, что подобного рода гибридный маркетинг, он дает с одной стороны стимул, чтобы работать, когда мы работаем с первой линией, и вот это вот то, что мы выстраиваем и получаем деньги до седьмого колена, и второй момент, что это бинар, который дает вам возможность вот этой как бы долгосрочной перспективы. Это прям, ну реально, все новые компании, которые сейчас зарождаются, наверное, где-то уже лет шесть последних, это только гибридные маркетинги. До этого момента рождались либо чисто бинарные, либо чисто линейные. А вот тренд такой, он пошел где-то лет шесть назад, потому что уже старая школа как бы линейной, да, и еще я хочу сказать, линейщикам поначалу очень сложно работать в бинаре. Они настолько, у них такая, знаете, возникает профдеформация, что им очень сложно, поэтому я и говорю, ваша задача очень просто объяснять маркетинг. Убрать проценты, убрать что-то лишнее, убрать миллион бонусов, которые, по сути, вы очень много пиарите, но чем проще вы его подадите, и если даже вы продадите хорошо один бонус, условно, если вы работаете с лидером небольшой структуры или небольшой команды, но вы ему классно продадите хотя бы лидерский бонус, поверьте, ему все остальное, он это все поймет. Соответственно, конечно же, в финансах вы должны понимать, что хорошего лидера, хорошего сетевика не всегда интересует его личный чек, хорошего сетевика должен интересовать чек его команды. Именно поэтому вы должны хорошенько изучить, сколько зарабатывают ваши люди и иметь такую, знаете, цифру, такая, назовем ее, средняя температура по больнице, средняя температура по больнице. То есть вы должны понимать, какой процент людей в вашей команде зарабатывают. Это очень важно для того, чтобы… Это один из самых, на самом деле, сильных аргументов в работе с сетевиками. Сколько зарабатывают люди в вашей команде. Потому что, потому что, когда человек чувствует себя в своей компании неудобно, две самые главные причины, почему лидеры переходят. Ну, кроме объективных, когда там, знаете, крах компании, я это не беру, но когда они лично принимают участие, почему они должны перейти, почему они хотят перейти. Первое – это ненахождение общего языка со спонсором, с компанией, то есть недовольство, назовем это взаимоотношений, личных таких. И второй момент, когда маркетинг не позволяет зарабатывать командам. Две основные такие причины, и я бы сказала, что это основные боли всех сетевиков. Когда они начинают это чувствовать, они начинают просматривать вправо-влево. Так, переходим к такой некоторой конкретике, назовем ее так, потому что сразу скажу, что работа с сетевиками – это не однодневная работа. Ну, то есть вот не питайте иллюзией, что вы выйдете в эфир, но вы должны быть совсем звезда, чтобы так. Такое бывает, когда вы бренд, когда вы имидж, когда ваши социальные сети очень профессионально выглядят, когда вас много, и вы в своих соцсетях как бы выложили полностью концепцию, философию, миссию, маркетинг, успехи, мероприятия, вашу разнообразную жизнь. И тогда с вами, когда вас сетевик, наблюдая за вашими соцсетями, ему кажется, что вы знакомы 156 лет, и вам с ним уже… Ну, и так, знаете, такое ощущение, что вы друзья, поэтому это очень как бы важно. Значит, первое. Для того, чтобы начать работать с сетевиками, очень желательно, чтобы вы его изучили. То есть идете в соцсети и смотрите. Обращайте внимание на такие вещи. Первое. Насколько он хорошо пиарит компанию, продукт, свою команду. Люди, которые слишком увлекаются тем, чтобы пиарить себя, это люди, которые еще недополучили вот этого сумасшедшего признания. С недополученным признанием очень сложно работать. Ну, потому что вам в первую очередь потом придется сильно возле них прыгать, чтобы это все время додавать, да, вот вы должны понимать. Плюс ко всему, они всегда показывают в своих соцсетях и, как правило, потом в личном разговоре. Они показывают свой образ жизни, где они путешествуют, как они отдыхают, как они там зарабатывают, на каких машинах ездят, все такое. Сильные и слабые стороны. Они также хорошо освещают, что у них получается хорошо, как они там достигают чего-то успеха. И обратная сторона, они точно так же хорошо показывают свои некоторые даже как бы неуспешные вещи. Скажем, такие свои слабые стороны бизнеса. Может быть, даже в некотором смысле какие-то свои провалы. Это делается очень как бы важно. Я объясню, почему. Потому что и вам крайне советую точно так же. Точнее, показывайте не только свои успехи успешные. Показывайте свои сложности. Показывайте в некотором смысле свои неудачи. Но в этом смысле вы должны показать, как вы это преодолеваете. Это очень хороший момент, когда новичкам, у которых прям сложности, знаете, поначалу больше всего, им так легче психологически, скажем, идти в MLM-индустрии, потому что они понимают, о, вот какая крутая, и у нее такое же было. Вот это очень важный такой момент соединения. При этом вы тоже помните, пожалуйста, что социальные сети хороших сетевиков – это тоже их продажный инструмент. То есть все, что вы видите на социальных сетях, это не всегда то, что они из себя представляют, но точно они это показывают для того, чтобы их так воспринимали. Вот точно так же, как работает личный бренд. То есть личный бренд каждого сетевика – это не то, что они говорят о себе, а то, что о них думают люди. Поэтому советую вам всегда заходить к тем, кто вам понравится. Второй момент – всегда заходите в их комментариях, смотрите, что происходит там. Там все только уси-пуси, ой, какой вы, ой, какой вы. Это тоже иногда бывает, специально нагнетается, то есть как это, просится свою команду, чтобы там писала много-много комментариев, или команда автоматически это делает. Но если там есть какие-то даже негативные комментарии, крайне советую обращать тоже на них внимание. Потому что чем лучше люди работают с негативными комментариями, тем профессиональный человек в переговорах. Очень важно это для социальных сетей. Значит, третий пункт. Сразу скажу, что у вас для сетевика не должно быть одного предложения. Даже если вы его когда-нибудь сделаете. У вас их должно быть минимум два, а лучше три. Потому что сетевики – это невозможно свободные люди. И когда вы им делаете только любое одно предложение, они себя чувствуют вот как в некоторой такой ловушке. Два – это некоторый выбор, который они должны вынуждены сделать. Три – это абсолютно свободный выбор. Что это значит? Это значит, что у вас, правда, должно быть три, но хороших предложений. То есть, я не знаю, там продуктовая какая-то часть, бизнес какая-то часть, имиджевая часть. То есть, на что вы все-таки приглашаете. В этом смысле у вас должна быть четкая дифферсификация. Почему? Потому что, помните, и это вы точно тоже увидите из социальных сетей, как бы сетевиков. Что это такое? Или они вам, например, при встрече расскажут. Значит, первое. Есть команды, которые очень сильно продуктовые, которые работают с продуктом, и вот здесь им будет суперважно, как работает продукт, ну и вся вот такая наша с вами продуктовая часть, где изготавливаются, какие сертификаты, вот это вот качественная вещь. И здесь они будут задавать вам те вопросы, в которых они очень уверены в своем бизнесе. Например, если компания имеет клинические и доклинические испытания, это будет их конек. Если компания имеет какую-то одну очень сильную сторону, за счет чего работает продукт, они всегда будут вас об этом спрашивать, про технологию, за счет чего этот продукт работает. Если для них важен производитель и как это вообще происходит, они будут давить на это. Поэтому здесь ваша задача в продуктовой части изучить, что за компания и с каким продуктом она работает. вот просто, ну, вы должны это знать. Без этого идти на разговор, вообще, я бы сказала, даже чуть-чуть опасно, потому что провалитесь на первом экзамене. Второй момент. Если люди, которые, бывают такие люди, которым, ну, реально продукт не является ключевой вещью, а действительно является маркетинг-план. Вот здесь это гораздо более динамичные люди, потому что все сетевики, слишком работающие с продуктом и с командой по продукту, они немножко медленнее. Ну, потому что пока дождемся результатов, пока, короче, попробуем. А если еще большой ассортимент продукта, там вообще как бы целая история. Поэтому, конечно, если их, если они больше в соцсетях пишут о бизнесе, о развитии, о лидерских навыках, о развитии своей команды, о признаниях и так далее, вот это бизнес-ориентированные люди. Я не могу давать вам рекомендации, но с ними веселее. Вот так я скажу. С ними очень-очень динамично как бы все продвигается. Соответственно, продукт не будет, точнее, являться главной фигурой этого всего происходящего. И третье – это тогда, когда для человека очень важно, в какой компании он работает. И вот здесь включаются, конечно же, имиджевые вещи. То есть для некоторых принципиальная позиция, чтобы это была американская компания. Для кого-то очень важно, чтобы их там возили 86 раз в году в круизах. Для третьих – это важно, какие мероприятия, какие обучающие вещи там с ними, в общем, происходит и так далее. На что обращаю внимание? Всегда смотрите, о чем пишут сетевики. Они пишут из двух основных потребностей – из боли и из удовольствия. Поэтому они будут писать или то, что у них болит, или то, что им сильно нравится. Вот как бы так краткое вам содержание предыдущих серий. То есть вам не надо изучать, как войну и мир их в соцсети, но они сразу вам будут бросаться в глаза. Это однозначно. И мой вам самый главный совет. Не нужно на них смотреть, как на часть прибыли вашей команды. Начинайте с ними дружить. Реально. Вот прям серьезно. Я вам сильно это советую. Если у вас получается просто заводить как бы дружбу, скажем, с сетевиком, ой, это очень классная коллаборация, которую вы можете даже, даже очень легким способом, когда вы дружите с конкурентами, извините, я так уже буду их называть, а по сути это так, когда вы дружите с конкурентами, это для вас невозможный кладезь информации. Вы ее получите мало того, что бесплатно, но еще и самую ценную. При этом, если вы будете с ними, ну, как дружить, да, если получается, конечно, ваша конечная точка, если есть возможность, личная встреча. Вот там вообще все будет совсем по-другому, но если вы только перешли там в плоскость, как бы онлайн общения, тоже неплохо. Тоже неплохо. Помните, что для вот такого, как сказать, соединения, для вот этой дружбы, вы пока для них сильно чужак. Вам придется подстраиваться под них, не им под вас. Но при этом я тоже хочу сказать, что вам не нужно уходить в сторону уговаривания, там, ну, давайте, ну, давайте встретимся, вот этого всего не нужно. Все сетевики-профессионалы любят сетевиков-профессионалов. Поэтому ни в коем случае не показывать, что без них вы умрете. Ну, вот прям если не они, то все, вам и вашему бизнесу конец. Держать марку, понимать, что вы действительно несете хорошее предложение конкретно для этого человека. И последний вот пункт, я его поставила, да, чтобы так сакцентировать внимание, ну, откровенно, вы должны нравиться друг другу. Потому что я сейчас расскажу, почему это так. Но если у вас ценности совершенно разные, если все, что человек пишет, у вас, ну, вызывает такое, как бы, о, боже, как такое можно написать, и зачем он это делает, вот не ходите в эту сторону. А в работе с сетевиками, и когда у вас случится подобная сделка, вы поймете одну вещь. Чем хороши вообще, я сейчас начну немножко как бы с другой стороны, чем хороши команды, в которые приходят мне сетевики. У них нет опыта. Они действуют совершенно по тем шаблонам, рекомендациям, то, чему вы их учите. У них нет больше никакой другой картинки. То есть вы берете чистый лист бумаги и начинаете на нем рисовать. Когда приходит сетевик, он всегда приходит со своим набором знаний, привычками, ценностями, опытом, и он не собирается с ним расставаться. Он это все принесет мало того, что в вашу команду, так еще и в вашу компанию. Именно поэтому вы четко должны понимать, каким образом вам придется, вот как из пластилина, из мишки, сделать лошадку, короче говоря. Ну, потому что в нашей компании точно так же есть ценности, у нас точно так же есть свой ритм. Поэтому вы его сейчас в обычной жизни не замечаете. Но стоит только прийти подобного рода людям к вам в команду, вы должны четко, вы это прочувствуете, прямо вообще они будут, не, я не понимаю, почему-то, а почему вот я должна активность сделать до 7 числа? Ну, меня это не устраивает, например. А мы привыкли, вот они всегда говорят, а у нас и вот это все придется только вам с этим работать. Только вам, никому иначе. Поэтому я и говорю, для того, чтобы вообще с сетевиками не делал, слишком замотивированные сетевики, которые правда ищут, ищут, да, вот, конкретно вас, конкретно какое-то предложение, на какой-то период времени они будут забывать обо всем, они будут делать все, что вы скажете, но это недолго продлится. Как только они здесь устаканятся, поймут свою некоторую власть, не дай бог, ну, то есть, в смысле, в хорошем смысле этого слова, не дай бог, сделают результат больше, чем они сделали в той компании, все. Это становится, как бы, для их некоторого, эго, кстати говоря, очень важно, чтобы у них здесь, в новой компании, увеличивалось эго. Это очень важно. Но, чтобы как бы палку не перегибали, вам все время придется вот этот авторитет свой в первую очередь поддерживать, и поэтому вы должны быть, скажем, в разы профессиональнее их, потому что все сетевики, вот просто все сетевики хотят, кроме лидеров, кроме топ-лидеров, сейчас с ними, я не знаю, насколько это актуально, но я как бы расскажу, все сетевики, которые переходят в другие компании или рассматривают предложения, им важно чувствовать вот этот лидерский стержень, с которого они будут, ну, брать пример, это им нужно для скорости обучения, для скорости, и чем вы их профессиональней, тем их скорость развития будет выше, то есть, если вы готовы 24 на 7, да, и, кстати, при удачной сделке вы должны понимать с какой-то период времени вы на них работаете 24 на 7, факт, потому что чем лучше вы их заведете, если в первые три месяца они не получают результат, это просто катастрофа, и я скажу даже, ну, где-то так посмею сказать, что это ваша ошибка, это значит, что у вас не было плана развития этого сетевика, поэтому первые вообще, ну, это я уже зашла как бы туда вглубь, когда он у нас уже есть, но в любом случае все ваши разговоры, все ваши знакомства вы действительно должны показывать свой профессионализм, заинтересованность, но при этом как бы не падание в ноги и вообще о спаситель ты мой, второй момент ценность компании, и поэтому вот я рассказываю вам, и особенно тем, кто был на школе, я говорила вам о том, что всегда показывается до и после, кто вы были до, кто вы стали после, люди должны видеть ваш прогресс, люди должны видеть, что с вами, по сути, сделала MLM, индустрия, как вы выросли на ней, как вы с ней развиваетесь, как вы с ней действительно получаете вот тот образ жизни, на который вы зовете, на который вы приглашаете, если у вас этого не происходит, делать это безумно сложно, сразу вам говорю, поэтому, конечно, если ваша задача заполучать сетевиков, вот как бы работайте пока на личный результат, чем лучше у вас результат, тем на вас лучше будут идти, даже так скажем, вот, это вопросы к вам, над которыми вы должны хорошенько подумать и точно понимать ответ, значит, первое, продажа вашего спонсора, скорее даже спонсорской вашей ветки, почему, почему, потому что сетевик, который видит, что у вас классное отношение со спонсорской веткой, что у вас есть, давайте будем говорить на чистоту, все процессы, любые процессы, упираются в человеческий фактор, ну, потому что команда, это всегда начало с одного человека, компания, это всегда какой-то конкретный человек, вот, практически все, даже логистика, это все равно, мы упираемся в какого-то конкретного человека, поэтому все сетевики, на самом деле, я повторюсь, безумное количество показателей, почему человек уходит из компании, потому что не находит общего понимания со спонсором, он недоволен, не все спонсоры, как сказать, заинтересованы в том, чтобы, точнее не так, не все лидеры команд заинтересованы в таком развитии лидеров в своей команде, это происходит не потому, что они не хотят, а потому что они не понимают, зачем им это нужно, власть и контроль над командой иногда преобладает и лидерам в таких командах безумно некомфортно, скажу сразу, кроме всего прочего, это и к вашей существующей команде и к тем людям, которых вы хотите привести в виде и в роли сетевика, вы должны знать, что если к вам, чем сильнее лидер к вам приходит, тем более неудобный он для вас. Контролировать. Указывать с ними сложно, с ними нужно только договариваться, договариваться, приходить к соглашению, подписывать какие-то, скажем, такие виртуальные, договорились, договорились, идем, идем, но вот это я сказал, тихо будь, ну, все это, понятное дело, что как бы совершенно неэффективная работа. И при этом, и при этом, вы, когда продаете в виде спонсора, это может быть и компания, руководство, то есть те люди, которые вас действительно вдохновляют и которые, собственно, на которых вы смотрите, с которыми вы развиваетесь. Второй момент, конечно же, не будет обращать внимание на то, как вы продаете себя. я не устану говорить о том, что если вы хотите заняться успехом вашим личным, скромность вам придется немного подвинуть, потому что скромные люди, им очень, им действительно очень сложно в бизнесе. Ваши интересы должны стоять, извините меня, во главе угла. вот пока вы не станете эгоистичны к своим желаниям, к своим каким-то потребностям, к своим результатам, вам очень сложно будет двигаться к успеху, потому что вам скромность будет не позволять. Вы будете стесняться побеспокоить, что-то поднадавить, как-то неправильно попросить, избавляйтесь от этого, насколько это возможно. Понятно, что мы, может быть, там не сделаем это, но при этом не путайте, пожалуйста, там с наглостью, и с каким-то нарушением границ. Я скорее больше ориентирую вас на то, что если вам нужен этот человек, вот этот конкретный, которого вы видите в социальных сетях, вы уже с ним там общаетесь, и вам он очень нравится, и вы действительно видите некоторые вещи, которые позволяют вам думать, что он хотел бы перейти или рассмотрит ваши предложения, и даже если не рассмотрит, но послушает, это тоже уже много, вы должны четко знать, чего хотите вы, куда вы движетесь, то есть какие ваши цели и какие ваши стратегии. Без этого, ну, примерно, я не знаю, вот это все они совершенно не любят, они действительно очень конкретные, очень конкретные, и чем конкретнее будете вы в своих таких, как бы, высказываниях, тем легче вам будет с ними двигаться. Теперь вопрос, кто вы в соцсетях, вот представьте себе, что вы открываете, как бы, посмотрите на свои соцсети, откройте их так и так, значит, давай знакомиться, Марина, и так, Марина смотрит на свою соцсеть и говорит, ну, я, ага, значит, здесь я показала мою работу с командой, а вот здесь мы отдыхаем с семьей, а вот здесь, значит, я на мероприятии, а вот здесь, и вы должны провести некоторый, такой, как обзор, хотите, попросите своих друзей, хотите попросите спонсора, неважно, вы должны иметь некоторое представление, что о вас говорят ваши соцсети, кто вы, насколько вы, я не знаю, привлекательны, насколько вы позитивны, это тоже очень важно показывать, потому что бесконечные жалобы в социальных сетях, ну, как бы, сильно не привлекают аудитории различные, это немножко другая плоскость, особенно в нашей индустрии, это не сильно приветствуется, поэтому вы должны четко понимать, как вы представлены вот в своих соцсетях. Далее, это какой объем знаний, вот здесь мы уже идем не в что, да, мы показываем, а как мы это делаем, поэтому ваше знание о компании, я уже молчу про маркетинг план, ну, тут вообще как бы, о компании своей, что происходит, какие технологии, какие новинки, какие показатели, что мы там 44 место, вы должны иметь как минимум 10 вещей или 5 вещей, которые вы продаете, вот у вас прям должен где-то возле холодильника лежать список того, что вы продаете, и это понятно, что вы там восхищены всем, но у вас должна быть такая штука, которая вам вот так вот ночью разбудили, вам сетевик ночью написал, а ну-ка, расскажите-ка мне, и вы схватили листочки, вы знаете, что продавать, вы должны это знать реально на зубах, но это правда, должны быть вещи, которые точно вам опять же ближе, что у вас хорошо получается продавать, что вам действительно нравится, и вы считаете это сильной стороной, слабые стороны, и все вещи, которыми у вас не очень получается продавать мега сложно, что вы знаете о конкурентах, повторюсь, здесь вы должны примерно понимать, кого, с какой рыбой имеете дело, потому что, если вы не знаете ни название компании, ни вообще процесс, ой, это все, это как бы разговор будет ни о чем, потому что, вот если есть такая возможность, зайти на сайт, если бесплатная регистрация, попробовать это сделать, посмотреть на продукты, посмотреть вообще как бы ключевые вещи, какой товарооборот, какие награды, если есть, где основана компания, кто в руководстве, как вообще строится, чуть-чуть, и так далее, и тому подобное, то есть хотя бы плюс-минус знать конкурента, ну и конечно в индустрии, четко поймите, что такое APL сейчас на, скажем, такой мировой арене, обязательно знать как минимум там топ-10 компаний, объясню, почему топ-10 компаний уже очень долгое время держатся те компании, которые очень давно на рынке, а это значит, что большинство людей идут оттуда, как ни крути, ну то есть, чуть-чуть такие, скажем, немножко устаревшие такие модели бизнеса, они могут, вот рынок, ну, короче говоря, новопришедшие туда лидеры не всегда там уживают, потому что люди, которые там 20 лет в одной компании, таких, поверьте, очень много на самом деле, и денег нет, и ничего нет, но они будут там сидеть, вот к ним, как бы не сильно ходите, ищите тех людей, которые особенно, год-два-три, если за первые три года человек не набирает той скорости, в которой себя чувствует, и по чеку, и по вообще ощущения, как растет команда, если, короче говоря, если он там несчастлив, такое, такое, вот, и это как раз касается тоже, вот, что вы знаете о нем, то есть у вас тоже должна быть такая швергалка, что это за человек, не знаю, семейное положение, все, что он может показать, да, как бы, сколько лет, какие его основные предпочтения, вплоть до того, что, когда вы начинаете знакомиться, открываете соцсети, пишите, вы знаете, увидел, что ваша собака, не знаю, повредила ногу, как она там себя чувствует, то есть вам совершенно не обязательно начинать знакомство, разговор, с такого, здравствуйте, меня зовут Надежда, хочу вам предложить бизнес, и он такой, боже, началось, короче, вы четко должны понимать, чем лучше вы видите картинку в социальных сетях, тем популярнее этот человек, поэтому вы не первые будете с предложением, начните вообще издалека, про собачку, как вы съездили, вижу, что были на Мальдиву, как там, собираемся с мужем, ну, типа, понимаете, вот, поэтому, вот, это правда, не, не начинайте, это прям супер бизнес проект, вы никогда не сможете узнать, и методом научного тыка, если вы сразу будете идти с предложения, это в некотором смысле, вызовет, ну, не всегда положительные эмоции, вот, и последнее, что вы должны понимать, вот то, о чем я говорю, знаете ли вы, как с этим человеком работать, представьте себе, что он уже у вас в команде, какой у вас для него план, что вы делаете завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через три, и какой результат вы показываете, и говорите, ну, смотри, ты же не жалеешь, и вот это вы должны уже прописывать, и уже понимать, как вы будете его сопровождать, не делать, не делать за него, а именно развивать, сетевики, это очень обучаемые люди, чем выше у них мотивация, тем лучше они обучаются, вот такая история, теперь вопросы к сетевику, вот этот список вопросов, как бы, ну, или таких мыслей, о которых вы как угодно, напрямую, обходными путями, можете, в общем-то, у них узнать, и это желательно сделать, и так, чего вообще они хотят, вот это их боли, да, они обычно о них пишут, или говорят, чего им не хватает, вот некоторые говорят, вот в нашей компании мы раньше столько путешествовали, а сейчас нет, оп, и это вам как бы такой типа звоночек, ага, что является для, сетевик успешный в MLM индустрии, никогда не, не имеет, точнее, он всегда имеет цель, всегда имеет цель, он всегда к чему-то бежит, идет или даже лежит в сторону этого, он четко, если не знает, то точно показывает, зачем он здесь, бесцельные сетевики вам не нужны, совсем, намучаетесь, предупреждаю сразу, зоны комфорта, что такое зона комфорта, зоны комфорта, это там, где он показывает, как ему классно, как он счастлив, где он счастлив, для вас это тоже хороший показатель, потому что вы будете знать, что можно ему показать у нас, для того, чтобы вот этот переход был для него таким, скажем, комфортным, то есть, если ему нравится проводить мероприятие, вы сразу будете, о, да у нас тут вообще каждый месяц, Германия дрожит, знали бы вы, какие у нас бибесы, по-по-по, закачаешься, будете главным спикером, когда сделаете что-то там, ну, понимаете, поэтому зоны комфорта для сетевика это невероятная вещь, это его рэперные точки, на которые он вообще идет, то, ради чего, собственно, он вообще пришел в малом индустрии, это его сфера гордости, зоны комфорта может быть рост его группы, получение новых квалификаций в его команде, чек его команде, и так далее, и тому подобное, зоны развития, чему он учится, например, они частенько пишут, я прошла новый курс, у, и там понеслась, вот, где они, тоже обращайте внимание на то, вообще, насколько человек обучаем, если он уже считает, что выше нас только звезды, и вообще, я все знаю, здесь, это уставшийся клиент, тоже немножко уже переработанный, простите, ну, извините, что я так говорю, но немножко переработанный, если нет чувства вот этого интереса к жизни, ой, это беда, 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 потому что мало того, что этот человек не совсем хотел бы сам учиться, как правило, они начинают рассказывать, ну, зачем ты вот это будешь учить, ну, куда тебе вот это, ну, зачем ты пойдешь к нему на курс, ну, время потеряешь, лучше звонки сделай, понимаете, вот это такие начинаются разговоры, и вообще, для любого, любой профессии, абсолютно любой, ваш рост прекращается, когда вам кажется, что вы все знаете, вот имейте, даже если вы все знаете, откровенно, в некотором смысле, будьте открыты, просто услышать другую точку зрения, что-то послушать, не так, как вам привычно, но если у вас нет такого там сопротивления, о, ерунду говорить, ну, на хороший какой-то, да, скажем, контент, поэтому очень важно, чтобы люди были открыты к познанию чему-то нового, если им это не интересно, и если они это прям говорят, там, типа, ой, я уже вообще такая перекачана этими знаниями, все, вот вероятность того, что он куда-то бинется, сводится просто к нулю, просто к нулю, потому что, ну, не мотивация, не желание, и вот обрастание такими вещами, я вам даже честно скажу, у таких людей, или это очень такой организованный человек, который полностью контролирует свою группу, он знает, куда ведет, но людям в его команде сложно двигаться, потому что они двигаются только по одному шагу, и это прям, ну, не просто, не всем просто там, лидеры в таких командах, как правило, не рождаются, как правило, потому что там очень мало свободы, что привлекает, значит, на что привлекает, это в беседе, когда он вас будет спрашивать что-то, вот то, что он вас спрашивает, это как раз то, что ему хочется видеть в своем, назовем это так, идеальном бизнесе, любой хороший сетевик всегда идеализирует свой бизнес, ну, вот прям всегда, он всегда чего-то такого будет ходить, а, вы знаете, вот у нас прям такое, а подарки какие у нас были, ну, там, и так далее, и тому подобное, поэтому смотрите, пожалуйста, я уже сказала про объем бизнеса, это те вопросы, когда вы уже на стадии таких конкретных договоренностей, действительно, ему можно сделать какие-то специфические условия, входа, например, какой-то промоушен внутренний объявить и так далее, но, но, вы четко должны задавать вопросы, какой объем вашего бизнеса, сколько у вас лидеров в команде, почему, потому что иногда они говорят, да, я вообще миллион сделал, миллион, понимаете, один я со своей командой, когда вы его спрашиваете, сколько у вас лидеров, ну, какого-то там, примерного уровня, он говорит, ну, три-четыре буквально, но вы же понимаете, что это не так, да, это невозможно сделать, соответственно, вопросы по его бизнесу, конечно же, это примерный чек, задавать вопросы, на что вы ориентируетесь в своей команде, кого вы выращиваете в своей команде, кого вы хотите видеть, как вы видите свою команду, вот, это те вопросы, которые его, как бы, должны, ну, точно так же развивать, и хорошего качества лидеры, они всегда очень четко знают, они знают, сколько в каждом месяце, или там, в следующем месяце, у него должно появиться лидеров, и так далее, личный бренд, и методы работы, вы смотрите, опять же, в социальных сетях, они, как правило, как бы, и пишут, там, школа такая-то пройдет тогда-то, да, насколько часто эта школа походит, насколько регулярно, то есть на обучение в команде, не всегда смотрите на, ну, контент, может быть, вам никто и не покажет, но на регулярно обращайте внимание, и это даже вы можете спросить, там, какие обучения, каким обучением вы привыкли, как часто у вас это проходит, потому что, если развитие своей команды происходит рывками, это очень фрустрирует команду, или, если есть, ну, такие как лидеры, которые занимают, может быть, лично человек не участвует, а вот его команда как раз этим занимается. Помните, предложение мы делаем не сразу, что является ключным в, как сказать, в, у вас такой сигнал, ага, могу делать предложение, это когда от сетевика идет много к вам вопросов, вот когда он вам задает много конкретных вопросов, вы можете начинать готовить предложение, пока он вас слушает, что-то там, ну, рассказывайте, рассказывайте, предложение переходить на стол, вопросами, вот вопросами они показывают свою заинтересованность, и это очень важно. Повторюсь, не надо ему показывать, что вы навеки, если он вам назначает встречу в неудобное для вас время, не нужно бояться, что вот как бы все отложили, BBS отложили, потому что у вас встреча с сетевиком не, вы показываете и свой профессионализм в том числе. Вы знаете, я не могу в это время, у меня действительно встреча с лидерским советом, могли бы мы перенести такое-то, такое-то время. Важно, чтобы он правда в вас видел фигуру, за которой он хочет идти. Лидеры, чем выше они поднимаются, топ-лидеры вообще всегда идут на имидж, и они, как правило, хотят быть где-то там совсем, вот совсем высоко в компании. Активные такие партнеры, активные сетевики, им очень важно, чтобы вы были такой фигурой, за которой им хочется следовать. И, конечно же, я еще раз повторюсь, что легче и договориться, и познакомиться, и вообще начать какие-то такие, скажем, отношения, когда у вас похожий взгляд. Или даже если у вас взгляды не похожи, но ваше намерение, вы смотрите в одну сторону, а какими способами, не всегда, и может быть важно, но точно, чтобы ваши где-то цели, ваши ценности, они совпадали. Так немного легче, так немного легче. и я скажу точно, что многие ценности вы смотрите действительно по компании. если вы изучая конкурентов, быстро находите миссию компании, если вы понимаете, вот заходите на сайт, и вам очень просто понятно, это значит достаточно клиент-ориентированная компания, то есть они не усложняют жизнь, вообще людям, которые приходят на их сайт, очень многое можно действительно увидеть вот в том, что они показывают. Это супер важно. Компания, по сути, и формирует, то есть не сетевики формируют компанию, а эта компания формирует ценности, вот даже методы, которыми действуют затем сетевики, это все вопросы компании. И скорее всего, вот такая свобода, свобода, свобода выбора, свобода коммуникации. Ну и в целом, в целом, если вы хотите, вы понимаете, что все, вот мне нравится этот человек, хочу его заполучить, не поленитесь, забейте там. Топ-лидеры компании такой, посмотрите, у кого они учатся, посмотрите, какой контент несут те топ-лидеры, за которыми еще, ну, то есть сейчас они следуют и так далее. Не слушайте там прям два с половиной часа, но точно, точно прислушайтесь к тому, какой, собственно, какие ценности они транслируют. Это очень важно для вот этой и эмоциональной такой части, которая, которая будет все время за вами следовать. Но в целом, я хочу сказать, что работа с сетевиками и вообще приглашение сетевиков, это очень непростой, но очень интересный момент в вашей профессиональной карьере. Это я точно вам могу обещать. чем лучше вы подготовили себя к любым переговорам, к знакомству, к вообще попытке, тем профессиональнее вы становитесь. Поэтому еще раз повторяю, что не бойтесь, вот прям совсем не бойтесь вкладывать и развивать себя, потому что в работе с сетевиками это вам сильно-сильно пригодится. Ну и, конечно же, я хочу пожелать, как сказать, удачи тем, кто хочет попробовать работать с сетевиками, потому что, потому что, с одной стороны, они развивают, но все будет зависеть от вас. О том, кто к вам придет в команду, как вы их настроите, как они вольются, а главное, какие результаты они получат. Потому что, на самом деле, их ожидания, точнее, их реальность, вот в идеальной картинке, должна превзойти их ожидания вместе с вами. Большое спасибо! Продолжение следует...